В супермаркетах SPAR Здравствуйте всем, мы вновь находимся в магазине SPAR Это значит, что перед вашим глазом предстала программа «Жуй с ним» И сегодня мы будем жевать нашим гостем Его зовут Александр Мел, или Саша Мел, легче, да? Саша Мел, без разницы, в принципе Да, ну это, в общем, кто не в курсе, это рэпер, друзья, человек, который читает рэп Ну, сейчас постепенно мы начнем узнавать Для начала расскажи, что будем готовить Будем мы готовить сегодня салат греческий Вообще делаем салат, котрите, хоть раз? Да, приходилось, в силу каких-то определенных обстоятельств Судя по набору продуктов, он не такой уж сложный, да? Да, он абсолютно простой, его можно делать дома даже Во всяких там ресторанах он подается так, как будто он вообще сложный Да, как будто это верх кулинарии, на самом деле здесь ничего сложного абсолютно не будет Давай, кто что будет делать, кто сейчас займет сыр, я так понимаю, это одно из, да? Давай, ты пупер сыр Давай я буду резать сыр Как мне резать черри, например? Черри режь, режь кубиком Ты можешь разрезать на четыре части черри Все, понял, хорошо Так будет проще Давай начнем уже тогда сразу общаться Где ты родился, где вырос, где жил? Родился и жил я в городе Улан-Удэ Как бы никогда никуда отсюда не уезжал Там надолго и какой-то переездов не было, не приходилось Ну, в основном вот здесь жил, в городе Улан-Удэ Да, жил всегда в городе Улан-Удэ, вырос я в кварталах и на стеколке, если можно так У меня два места жительства Почему я учила? Ну, в силу обстоятельств семейных, можно так сказать Переехали, да, потом? Да, пришлось переехать, как бы Все, понятно И все, и соответственно Ну, учился оттуда на стеколке? Да, учился я на стеколзаводе в 43-й школе Заканчивал ее в 2007 году, важно Прям вот так вот давно я закончил школу А потом куда поступил? Потом я поступил в колледж Я нет, я поступил в колледж У меня были глобальные планы с выбором профессии Но все-таки я стал юристом в итоге По итогу? Да, получилось так А что я подтолкнул на выбор профессии юрист? Подтолкнул у меня то, что экзамен уже нужно было сдавать Как бы уже идти подавать документы А я еще не решил, кем я буду Понимаешь? Я вообще думал изначально, что ты скажешь Ну, я думал, кем стать, но по итогу стал рэпером Рэпером я стал, кстати, гораздо раньше Хорошо, опять тебя отвлеку, как резать следующие элементы Так, давай я нарежу все сыра, в принципе Достаточно Все, хорошо Давай я займусь огурцом, а ты как займись болгарским перцом? Как его? Просто вычисли? Любимым словом моим Да, ты можешь его просто, получается, срезаем верхнюю часть Вытаскиваем семена, да, сердцевину и нарезаем кубиком Все, понял, хорошо? Ничего сложного Давай, далее продолжаю рассказывать Я тебя прервал Давай тогда сразу же перейдем конкретно к твоему творчеству В какой момент ты вообще увлекся рэпом или как это было? 2007 год это был Я тогда, ну, насколько ты, наверное, знаешь, была популярна группа «Многоточие» Я знаю, у меня была антология этой группы в свое время Вот, у меня тоже она была И, соответственно, когда я их очень длительное время слушал У меня появилось желание, непреодолимое желание, я бы сказал Попробовать я начать делать что-то свое То есть, ну, попытаться Тоже зачитать рэп? Да, зачитать рэп Какая была первая твоя песня? Первая песня называлась «Дети улицы» Блин, такая глубокомыслящая такая Сколько тебе было? Мне было 15 на тот момент Как раз так я был одним из тех детей улиц Ну, ты такой, в смысле, про себя читал, про себя писал? Ну, про себя как бы нет, в принципе, потому что не имело смысла А чаще всего брал что-то из жизни, там, какие-то определенные моменты, да Ну, общаешься с друзьями, кого-то встречаешь на улицах, там, какие-то определенные кличности Про что видел, да? Да, грубо говоря, вот о чем видишь, о том и поешь Ну, в нашем случае читаешь Ну, и как вообще? Тебе самому, ты сейчас переслушиваешь вот эти вот текста твои самые первые По-любому где-то сохранились они у тебя где-то есть? Они есть, я откопал, кстати Нашел старый винчестер свой Который, я думал, был, ну, давно уже потерян Но я его совершенно случайно нашел Открыл старую-старую папку 2007 года И, грубо говоря, можно сказать и так, что я чуть ли с таким Гой, с камнем на душе Слушал то, что писал когда-то Ну, мне было смешно Ну, как тебе? Смешно тебе? Я просто вообще это жал Ну, потому что это был такой просто лютый Детство, да? Вообще Сейчас уже гораздо профессиональнее у тебя все это происходит Да, там вот пару клипов уже на телеканале АТВ крутится Если кто-то не успел посмотреть Я даже не знал об этом Да, нет, уже крутится, да Вот Я уже послушал, да Сейчас ты уже прям готов снимать клипы, да, там у тебя уже есть Да, процесс сейчас идет Кстати, вот сейчас тоже готовим То есть вот в тех 15 лет, как ты записал первый трек Ну, вообще, в какую Как ты стал вообще тут развиваться? Пошло все просто Как раз был такой, можно сказать, взрыв Среди рэп-индустрии, можно так назвать Все начали заниматься рэпом То есть абсолютно все Мы на первом концерте у нас было там около 50 рэперов, блин То есть все были знакомы друг к другу, каждый друг другу помогал и так далее А интернет-то еще не было Ну, то есть в то время вообще было труду куда-то выйти в сеть И музыка распространялась методом по Bluetooth с телефона на телефон Ну, да, я помню То есть там на флешке и так далее И таким макаром мы распространились, ну, очень даже неплохо То есть когда уже появился интернет, музыка была за пределами третий У вас туда была какая-то группа? Да, у нас была группа, она называлась 25-й район 25-й район Это связано с тем, что ваш район 25 или как? Нет, это было вообще, мы думали, короче, как-то назваться То есть, ну, нам нужно же модное такое красивое название Типа там как-то на английском что-то добавить А потом просто был 25 марта, это был день рождения одного из моих друзей Ну и как-то мы решили, что если мы сегодня начинаем, мы записываем первый трек И ну, чтобы цифра это была в названии Ну и, соответственно, район, квартал как-то там просто То есть это были квартала, мы добавили слово район Сколько вас было на роду? У нас было, изначально нас было пятеро Все, все, все пятеро до сих пор? Нет, пятый участник ушел на следующий день Протрезвев, после дня рождения он понял, что ему не нужно район Вот, там четвертый участник ушел спустя полгода Ну и вот настроек было до 2011 года, в 2011 году группа, в 2012 году группа распалась И все, я окончательно пришел в сольную творчество, как бы и все, и только один, грубо говоря Ну сейчас ты в соло, а кто, где ты записываешься? Кто пишет тебе музыку? Музыку пишут либо наши местные, там, ну исполнители, битмейкеры Либо кто-то из других городов скидывает Ну просто биты отправляют там и так далее Либо в свободном доступе есть очень много минусов в интернете Бери любой записывай, указывай авторское право Никто не против, как бы, да? Да, как бы никто не против, но, конечно, если ты начнешь на этом зарабатывать И тебе узнают и так далее Тебе скажут, там, друг, давай-ка мне тоже Делись Делись Ну да, я вот к тому и хочу, как бы, подвести все Просто очень многие, все равно молодые люди, да, там И все там, я думаю, в каком-то возрасте приходят к тому, что либо хотят там, либо песни петь, либо рэп читать Сейчас все хотят, по-моему Вот, куда им идти, как ты думаешь, куда им идти? А, ну есть, могу даже, ну, это будет называться реклама, наверное Ну, есть две студии у нас в городе Это студия моих знакомых Да, это, короче, первая студия, это Suriken Records, она находится в 20-м квартале И вторая студия, Plank Music, называется она, ну, она находится в районе стрелки То есть на, ну, эти обе студии, они достаточно хорошо оборудованы То есть, там, прям, вот, вот видел, наверное, студию звукозаписи в американских фильмах-то какие-нибудь Ну, или где-нибудь, там, в клипах, я не знаю В фильмах-видео То есть, там, конечно, да, там пульты шикарные, там, большие кабинки, ну, для записи и так далее Продюсер сидит, слышал Да, продюсер сидит, с ногами уже, готов все платить Здесь, конечно, все намного проще, но, тем не менее, можно... Качество достойное Да, качество можно записать Точнее, можно записать трек хорошего качества Тебе все это сведут, обработают, отмастерят И даже если ты не попадаешь, там, в такт, в бит, там, и так далее Не умеешь петь, тебе все вытянуть, подтянут, подредактируют Нормально, сам свой голос может быть В общем, рекомендую Слушай, нет, хорошо Рэп, рэпом, творчеством, ну, денег на это не заработаешь Или как? Сказать Ну, вот, рассказывай, расскажи У меня был такой случай В 2007 году у меня был случай, мама у меня, когда узнала, что я занимаюсь рэп-музыкой Она мне говорит, ты никогда не заработаешь денег То есть, зачем ты на это тратишь столько времени? Он меня тратил, да, я буквально, там, приходил со школы на тот момент, это был девятый класс Сидел большую часть за компьютером, когда он появился, наконец-то, да? Писал тексты, да, писал музыку, пытался И, то есть, большую часть времени уделял этому Она мне говорила, типа, зачем тебе это надо? Прошло полгода, был первый рэп-баттл Назывался он, первый R&B-баттл еще R&B? Ну, так назвали, да, хотя, как таковым R&B там и не пахло вообще Вот, и мы пришли участвовать Заняли первое место, я принес домой 10 тысяч рублей Тогда, в 15 лет, как бы, в 2007 году 10 тысяч рублей являлись еще деньгами И как сейчас, как бы, тогда это еще были нормальные деньги Ну, и для твоего возраста, в смысле, это были вполне плохие Да, и для моего возраста, в принципе, они тоже были плохие И мама сказала, все, окай, сын, все, делай все, что хочешь, давай Я поняла, да? Да, то есть, я поняла, что ты можешь работать Да, и все, и в итоге, соответственно, сейчас, допустим, да Бывают такие моменты, когда просто звонят, к примеру, там, ну, зовут куда-то выступить Но чаще всего, конечно, это все происходит бесплатно, потому что очень много знакомых А как бы, ну, не скажешь, там, другу, там, типа, ты давай ко мне плати Так, стой, слушай, ну, ты же где-то работаешь, помимо Ну, я работаю, получается, работаю сейчас в баре Бар называется Headshot Приходите в гости Ну, получается совмещать вообще? Да, получается совмещать, потому что, как правило, ну, я сменил, на самом деле, достаточно много профессий Самый из приятных было быть, ну, арт-директором, то есть, я мог что-то организовать и сам на этом выступить Соответственно, еще и поднять денег Вот, сейчас как бы совмещать получается с тем, что у меня график два через два Ну, вообще, если где-то какое-то поступление, да, я спокойно поехал, выступил, приехал на работу, ничего страшного Как бы, там, никто меня не потеряет, не уволит, не отштрафует, грубо говоря, все это, с этим делом все хорошо Хорошо, к личной жизни девушка сейчас, в данный момент, женатая Да, ну, не женат пока что Пока еще молод, да Планирую, да, планируем, точнее, обыскал Как, как вообще относится она к твоему, вот, что она тебе там говорит? Она... Знаешь, как у нас в момент знакомства она слышала треки, но не знала, то есть, ну, как вообще, кто это При условии, что мы с ней в детском садике в одной группе были Прикол в том, что... Ты уже с тех пор, да, ее заметил? Нет, мы не виделись, вот, как прошла эта детская пора, мы все разбежались по разные стороны, да, там, так далее, по разным школам И через, там, вот, промежуток времени, там, несколько, там, почти 15 лет, да, прошло, там, если не больше Мы познакомились с Аноном Смотрим фотографию Стою я, и стоит она Ну, и, соответственно, вывод какой? Мы в шоке Она такая, да, я, говорит, слышала песни, там, так далее Я говорю, да, круто, это я, я говорю, о, прекрасно, и все То есть, причем ее одноклассник, мой хороший друг, который тоже занимается музыкой, Саша в танцузу И, соответственно, как бы, она знала о существовании, но мы никогда не пересекались Вот делом случая, как вот, получилось так, что мы познакомились еще раз, второй раз Ну, и уже на протяжении полутора лет Ты вообще, она довольна тем, что ты занимаешься Да, потому что, как бы, это хорошо, когда нет, там, допустим, как таковой работы Ты не хотел ее, не хотел ее как-то привлечь, там, ну, пусть она, там, тоже зачитает У меня была такая идея, как бы, она поет, ну, в принципе, у нее хорошие вокальные данные, да, как бы ее можно было там записывать на припевах, на бэках, но, просто, как бы, это не нужно пока что Потому что у нее есть подруга тоже, которая хорошо работает Идет Азак, короче, можно так сказать Все, понятно А сам, конкретно, получать какое-нибудь музыкальное образование? Да Хочешь или есть? Я скажу как Я закончил колледж, когда, ну, юристом пошел, ну, нужна была вышка Пошел на звукорежиссуру И получилось Это где ты учился? Я учился во Взгаке Полгода первый курс, я поступил в бюджетку, что, в принципе, я сам был в шоке, конечно, что так получилось И отучившись полгода, я понял, что, ну, это вообще вот не мое, то есть, у меня нету голоса То есть, я могу читать, но я не могу, не умею петь абсолютно И мне было стыдно, когда мы приходили на какую-то там пару, не помню, как я называть, сольфеджио, по-моему, что-то типа этого И все-таки с вокальными, да, но не все поют, тянут ноты, там, так далее Сижу, как, ммм, 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 таким, знаешь, противным голосом Я понял, что, ребята, короче, учитесь, я пошел И все, я просто благополучно ушел в армию, и все, и понял, что С тех пор музыкальное образование на этом закончилось Пол, это, полкурса мне хватит Хорошо, будущее какое, как ты видишь свое будущее Ближайшие, вот, скажем, там, год-два Что нового вообще обещать? Клипы, песни, может быть, альбомы? Альбом нет, точно, потому что сейчас достаточно сложный процесс такой То есть, ему нужно идти Он нужно, чтобы ты прям проснулся, сел писать, к примеру, да, там, с утра или с вечера, я не знаю И вот прям мысль пришла, что вот этот трек действительно достойный Ну, то есть, это не так то, что ты просто пишешь, пишешь целый год, потом собираешься Нет, видишь, когда пишешь альбом, соблюдаешь концептуальность То есть, стараешься держаться название, там, чего-то, да Ну, если ты просто пишешь треки, это будет в сборнике, это нельзя назвать альбом Все понятно Соответственно, как бы, когда можно... Логика есть, логика есть Да, а так, клипы, только клипы, потому что треки, в принципе, выпускать неохота Потому что треки, в принципе, в принципе, выпускать неохота, потому что треки, правило, расходятся, ну, очень минимально Мы уже вот в Автограде снимали клип, да? Я знаю Ну, было так Сколько там вообще было людей задействовано? Как у вас получилось все это организовать? Ну, такой момент, он в студии звукозаписи Reiken Record совместно с Bullet Shop, по-моему, там еще с кем-то Они организовали, так сказать, отбор такой, короче, то есть, был минус, то есть, тебе скидывали минус в личку На него надо было начать И просто я приезжаю в Автоград, а там уже все готово, масштаб мероприятия был просто великолепный, организация тоже шикарная Клип, слушай, очень хороший, мне понравился Ну, вот, я тоже офигел Мне понравился Первый кадр даже мы отсняли, мы просто собрались, блин, как круто, что массово, знаешь, движуха такая в кадре, было красиво И все, и поучаствовал человек 30, наверное, я не знаю, ну, потому что что-то тут у нас слишком много Прям вообще, танцоры, бип-бои, дрифтеры, скейтеры, ролеры, BMX-еры, рэперы, кого там только не было, то есть, собрали всю культуру Круто, слушай, ну, мы уже все дорезали, там, у нас буквально осталось все это дело смешать И мы уже покажем вам, как должен выглядеть настоящий рэперский греческий салат Рэперский греческий Вот, как-то так, рэперский греческий Хороший, на, ну, Варень Дай нам адреналина драйва, наболтаем он Раз, давай в поворот, обороты праздны, не гадая на втором, и знаем, что опасно Мама Япония, шарит, сын Японии, Валя правильно сварен И чай, чай, дириду, прозаварен в оригинале, там с отрицательным развалом Вам останется с турбины, запустапится на килограмм Боля бетона бы нам, боли на той донах Кэш, бензин и резину, запоминаем имена Чайники, сильвии, скайлики, кресты и марки Двухсот восьмидесятильный ставится на перекладки Это культура, это культ, уровень Судьба не дура, когда у руля не уволень Свист лопа, бас, приматока с банки Вареный каркас не место, алькандары в танке Смотри, как валят боком, хвалились многие Не так легко, когда твой приматок убогий За андеграунд завалить речитативом Грязным питон колд, скулу будет, и баса навали Дави на газ, да будет дуста Вот он адреналин, не надо дуста Грязным капом краску из баллона на стену Вот он хип-по, братва, и би-бои тоже в теле Запах жженой резины, дыма, будто при пожаре Турбина на пределе всю атмосферу жарит Ложить всю мощь из авто, дожать еще немного Водила первоклассные права, оставь дома Такой трекансим катит, будто заниженный Клиренс, пустые баллоны Монтана девяносто четыре Тело ломит от брыка, стерт от трассовок Подошва подольше и побольше, мы скоро продолжим Ломанные линии сплетаются с линиями рук Движения ломанные, собирают люди в круг Ломанные шрифты на заборах и стенах домов Ломанный слог, на ломанный бит это голос дворов Повелители дорог, погляди сюда, сынок Тут компания лихая, ставит на уши весь городок Девчонки, круто, непиток, и даю планы в автоках Пристегни ремни, даже вот очень на зрительских местах Мы тебе покажем адреналин в профиле анфас Просто дымятся на танц, поле словно фугас Долбит вас опасность, всякие трех Не повторяй напрасно, это две буквы У И все, кто здесь участвует Вау, и весь мир в боковом окне Вау, стопори в белой пелене Вау, ясный день, так это пока Вот, ведь мы делаем облака Вау, и весь мир в боковом окне Вау, стопори в белой пелене Вау, ясный день, так это пока Вот, ведь мы делаем облака Субтитры Beginning Ну, вот наш салат греческо-рэперский готов Все очень просто, если бы не разговаривали, то все бы вообще за 5 минут было бы у нас готово Давай, перед тем, как мы начнем все это дело есть, кушать, поглощать Вот на эту камеру даю тебе ровно одну минуту Что хочешь, все, там, рекламу, что угодно Рекламу? Да, что хочешь вообще Так, первое, надеюсь, программа успеет уже выйти в эфир Живем вслух 3, будет в ночном клубе «Партизан» или «Бар Партизан», как он сейчас называется, я уже даже не помню Ты там будешь участвовать Да, это будет 27 мая, в 6 вечера вход в 100 рублей, будет большой рэперский концерт Потом, 28-го в парке Орешково будет продолжение этого фестиваля Будут BMX-еры, ролеры, брейк-дансеры, все тому подобное, ну, вся субкультура нашего города Потом, что еще? В принципе, все, ждите треки, клипы, там, кому это нужно Надеюсь, я это кому-то нужно даже Вот, иначе бы я здесь не стоял Питайтесь правильно пищей, ешьте мясо, вот самое главное, все Все, друзья, живите с нами Пятеро, рок-н-ролл Рок-н-ролл, рэп, рок-н-ролл Замечательно Имидж ведущего салон «Красоты секрет» Улица Жуковского, 7, телефон 575-575 В супермаркетах «Спар» Холодец, домашняя кухня, 185 рублей Грудинка соленая, 28,99 Сравни цены и купи в «Спар» Продолжение следует... Интересно renewable Субтитры сделал DimaTorzok